Первое понятие это DEC, как мы уже увидели ранее. И второе основное понятие это оператор. То есть DEC говорит нам, как мы должны выполнить работу, а оператор, собственно говоря, является этой работой, и он говорит нам, что мы должны выполнить. Я сейчас переключусь, собственно говоря, на сам интерфейс Airflow. Перед этим хочу сказать, что этот продукт имеет UI составляющую. У него есть веб-интерфейс, который, собственно говоря, достаточно мощный. Он позволяет хорошо управлять workflow наших тасок и делать кучу всяких дополнительных задач. Также у него есть консольный клиент. Мы можем с помощью консоли исполнять кучу всего интересного. Также у него есть поддержка REST API. Это не поддержка, которая встроена в салт продукт, но мы можем использовать расширение. Airflow позволяет нам пользоваться им, чтобы, собственно говоря, наделить его такой возможностью. Итак, вот так выглядит консоль этого продукта. Здесь представлены деги. Если мы перейдем к какому-то из конкретных дегов, мы можем посмотреть, из чего он состоит. То есть этот конкретный дег выполняет какие-то задачи. Эти задачи пересекаются вот в этой части, и в итоге они приходят к какому-то финальному завершению. То есть вообще главное назначение этого продукта – это запуск ETL-скриптов. То есть если у вас есть много ETL-скриптов, это очень часто используется в задачах, связанных с анализом данных. Вам необходимо... Эти скрипты, скорее всего, могут быть как-то завязаны друг на друга. То есть, допустим, первый скрипт получает некие данные, скрипты, которые идут за ним, эти данные обрабатывают. И скрипты, которые идут за первым скриптом, могут начать свою работу только после того, как первый скрипт успешно закончит свое задание. И какие-то последующие скрипты эти данные обработанные сохраняют куда-то. То есть они тоже могут начать свою работу только после того, как данные будут обработаны. И вам необходимо понимать, что каждый из этапов закончился удачно, либо неудачно. Возможно, вам необходимо перезапустить какой-то из этапов. Airfo позволяет это делать автоматически. То есть вы можете настроить количество ретраев для ваших таск, какое-то поведение, если ваша таска не закончилась успешно, какое-то поведение, если эта таска закончилась успешно. То есть возможности очень широкие. Значит, из коробки этот продукт также позволяет взаимодействовать с кучей разных интересных сервисов. Если мы перейдем в репозиторию этого продукта, мы увидим, что, как я уже говорил, в термин операторы, этот продукт поддерживает кучу операторов. То есть у нас тут есть операторы для взаимодействия с базами данных, в MySQL, в MySQL и так далее. Есть разнообразные операторы для взаимодействия по HTTP протоколу. Есть что-то, что заточено непосредственно на анализ данных. Это Hive. Операторы разнообразные. Вот их тут целых пять штук. Hive, Press, Target, Shift. Куча операторов, которые позволяют работать с сервисами Amazon. То есть вы из коробки просто, задавая какие-то параметры коннекшена, можете строить простые скрипты, которые будут, к примеру, забирать данные из одной базы и переливать их в другую. Это все будет автоматизировано. Также в репозитории вы можете найти операторы, которые разрабатываются командой Airflow. Также здесь есть операторы, которые контрибьютятся членами комьюнити Airflow. То есть, в принципе, здесь на данный момент мы не испытывали каких-то проблем с операторами. У нас под рукой было все, что необходимо для работы. Если вдруг у вас какая-то задача, которая требует взаимодействия с какими-то, так скажем, нестандартными third party, вы можете легко написать оператор сами. То есть, синтакс, написание этого очень просто. Дальше, если мы идем по интерфейсу Airflow, то есть здесь мы можем наблюдать, из чего наш дек состоит, какие скрипты он проходит. Также мы можем смотреть, как они выполняются. Здесь есть статусы выполнения, что сейчас происходит с конкретной таской, выполнена она успешно, или она сейчас зафейлилась, или она в процессе ретрая находится. Также мы можем смотреть метрики разнообразные. Ну, сейчас, это я сегодня утром в сервер поднял. Здесь, в принципе, все с нуля, ничего не настраивалось. Просто сегодня моя цель – показать, как это выглядит, а не, собственно говоря, что-то ранить и как-то процессить. Здесь вы можете найти метрики по выполнению ваших скриптов. Также вы можете просто посмотреть, как ваш, собственно говоря, дек выглядит, перейдя в раздел «Код». Вот у нас есть example bash-оператор. Вот так он выглядит в Python-ском коде. Собственно говоря, сам дек – это сущность. В этой сущности у нас есть наши таски. Это bash-оператор в данном случае. Он просто, по-моему, принтует какие-то дату, что время такое. Вы можете заскидулить выполнение вашего дека. То есть, исполнение этих тасок может быть заскидулено на какое-то время. Если мы перейдем в раздел «Деков», мы сможем увидеть, что здесь есть кроноподобный синтаксис, который позволяет нам какие-то интервалы задать для выполнения нашего дека. Это может быть вот еще такой синтаксис. То есть, этот дек мы можем выполнять раз в день он будет выполняться. Это там по каким-то раз в час, раз в пятнадцать, и так далее. Также вы можете тридерить эти деги в ручную, здесь есть кнопка, которая позволяет по нажатию запустить процесс этого дега. Также, что мы еще имеем? Для того, чтобы мы могли взаимодействовать с операторами, нам необходимо задать коннекшены к этим операторам. То есть, это все делается двумя путями. Либо мы можем это сделать через админ интерфейс в разделе «Connections», либо мы можем сделать это через переменное окружение, засетап их перед запуском сервера. То есть, тоже куча пред-дефайнного всего. Естественно, оно нам не подойдет, скорее всего, но мы можем это легко переопределить, если у нас будет желание. Опять-таки, можем, здесь у нас сейчас уже ничего нету, можем легко из нашего интерфейса попасть в раздел «Документации» и почитать, что здесь и как происходит. То есть, в принципе, штука мощная и удобно обратно вернуться. Собственно говоря, по чему мы должны использовать, ну или какую пользу эта штука нам может принести в нашей работе. Да, вот вторая часть концепции. Это то, что я рассказывал, в принципе, на живом примере. То есть, действительно, у нас есть дек, это то, что объединяет наши все таски. У нас есть оператор. Это, собственно говоря, оператор, это таска, пока она не инстанцировалась, пока она стала инстансом. То есть, это как мы должны сделать работу. Собственно говоря, инстанс таски есть, это уже запущенный оператор, который производит какую-то работу. И комбинированием различных вариаций деков и операторов мы можем получить таск инстанс, который будет являться вашим workflow, который будет выполнять какую-то полезную работу. То есть, все, в принципе, очень просто. Почему мы должны эту штуку использовать? Ну, вот этот слайд сделан на основе документации Airflow проекта. Они тут пишут, что это все Dynamic, Extensible, Alligents и Scalable. В принципе, я могу согласиться, это так. Какие альтернативы у нас есть, в принципе? Мы можем использовать что-то, типа, каких-то, я не знаю, чередей, мы можем какой-то селери использовать, если мы это делаем в Python, для запуска каких-то тасок. Но у нас не будет таких широких возможностей по управлению всем этим делом. У нас не будет графического интерфейса, у нас не будет кучи предефайленных операторов и так далее. То есть, да, действительно, Airflow позволяет нам очень быстро создать некий workflow, прототипировать его, потому что есть куча прототипов в виде хуков. и, собственно говоря, эффективно и быстро все это мониторить. То есть, это такая штука, которая позволяет работать быстро и эффективно из коробки. Ну, в принципе, я закончил описание быстрое. Если у вас есть какие-то вопросы, мы можем поговорить, что-то рассмотреть конкретно и так далее. А можно объединять деги, чейны с какими-то зависимостями и проверками? Деги мы можем даже, даже не так скажем, тут немножко не такая парадигма. Мы можем операторы объединять в чейны, проводить разные проверки и так далее. То есть, есть проверки типа первые операторы, выполняем следующий оператор. То есть, не деги объединять, а операторы в рамках дега. Мы это можем делать. Также мы можем, есть такая сущность, как сенсор. То есть, мы можем сделать какую-то задачу, к примеру, взять некие данные из базы Redshift и залить их на S3 Амазоновский. Потом мы можем завязать оператор, сенсор, который сходит на S3 и проверит, лежат ли там эти данные или нет действительно. Если эти данные там лежат, мы говорим, все окей, и запускаем следующий оператор, который там будет, допустим, в процессе эти данные. То есть, возможности по проверке очень широкие, очень мощные. очень мощные. Спасибо. Привет. А вы его используете, я так понимаю, на проекте в себе? Да. А какие, ну, типа, вы для ETL его використовываете? И еще для чего? У нас два направления использования. Это ETL, а второе, это когда нам не нужно данные обрабатывать, нам нужно их куда-то переместить. То есть, как я, пример, вы еще рассказывали, просто из одной базы в другую. Или, там, из файлового хранилища в базу данных. То есть, это просто некие скрипты, которые производят трансфер данных и, возможно, некую их трансформацию. У нас сейчас нету большой нагрузки. То есть, пока, ну, опять-таки, смотри, для запуска есть скриптов, нагрузки, ну, он не несет на себе никакой нагрузки, он просто является триггером, который запускает скрипт, который выполняется там где-то дальше. У нас это все, у нас порядка, наверное, 15 скриптов, которые запускаются каждую ночь. Ну, естественно, это не нагрузка, абсолютно. С этим он справляет. Вот такие питания, да, но мы такие питания решали с филериками. Вот, допустим, у меня, ну, все типа, кай на EGL, а у тебя есть здоровый файлик, это свежка, пару гигабайт, и ее нужно распарсить, типа, распухать по різным базам данных. То есть, фактически, что мы делали, мы распределяли, ну, типа, мы брейкали ссшку на чейный и параллельно запускали каждый, ну, типа, на чейный цеплін, типа, на куски, и каждый кусок параллельно запускали, типа, ну, типа, килька байплайнів параллель. Насколько вся фигня умеет працювать в параллелии, чи умеет вона займаться таким, типа, такими чанками, чи умеет вона працювати с чанками в параллелях? Теоретически, да, ты можешь запускать несколько параллельных работ, но из коробки у нее, так называемый, sequential executor включен, то есть, здесь у нас деги, именно, исполняются поочередно. Ты можешь это реализовать с помощью оператора, то есть, да, ты можешь написать операторы, которые будут, ну, первый оператор будет чанки делать, а последующие за ним будут эти чанки обрабатывать как-то. Еще какой-то один будет в конце стоять, который будет это все собирать, куда-то складывать. На мой взгляд, это немножко не задача этой штуки, то есть, я бы видел это, как написать какой-то скрипт на том же Пайтоне, который Airflow будет дергать в нужное время. Этот скрипт уже сам будет делать там парсинг и так далее, параллельно запускаться, сохранять. Вот так бы, наверное, это было бы лучше. Ну, в принципе, да, Airflow может работать параллельно. А можешь показать почти два слайда, потому что вы сейчас так быстро стартанули. Ну, в 12-30 просто. Смотри, может, надо было подождать, но это мой первый доклад. Окей, в следующий раз подождем. Первые два слайда. Первый. Ну, такие, да. Окей, вот этот может. А какие отношения Airflow имеют до AirBee не бить, потому что я заходил в Google и они что-то там цели. Ну, эту штуку вообще-то в AirBee разрабатывал чувак, которого зовут Максим, ой, какая же него фамилия? Немецкий, наверное. Камбер-бэр-бэр. Бойчман. Да. Он начал эту штуку пилить и после того, как они успешно ее заюзали в AirBee она, собственно говоря, была анонсирована как фришный суббинсбр, а потом ее Apache фундзейшн подхватил. А с 16-го года они ее там пилят. Ну, у них даже интерфейс просто, супер, один в один по кучу. А еще раз можно подкрыть фон еще такого? У AirBee есть еще одна разработка, суперсет называется. Он используется для дата-анализа. Там тоже можно строить графики, визуализацию и прочее. И они по интерфейсу, по веб-интерфейсу практически один в один похожи. Суперсет и Airflow. Окей, народ, с чем уже пытания украшаетесь? Уже у вас какие-то испытания? Да. Евгений, спасибо за доклад. Вопрос такой по поводу контроля. контроля выполнения таск. Там есть что-то типа retrive и как он чекает статус таска и прочее? Да, спасибо, Евгений, за вопрос. Там действительно есть что-то типа retrive. Чекает он статус таски путем проверьте, что эта таска запущенная вернула. То есть если она какие-то эрроры выходит не с exit code 0 или с чем-то другим. Понятно, что что-то с ней случилось. Таска скорее всего сфейлилась. Ты можешь настроить интервал, в течение которого эта таска будет пробовать перепольняться и количество этих попыток retrive. Еще такая штука здесь прикольная в том, что если у тебя какая-то таска сфейлилась, но прошло уже достаточно времени, за которое успели запуститься последующие таски. Допустим, у тебя сегодня сфейлился дэк и он висит в процессе retrial и не исполняется. То есть у тебя этих данных нет. Но запустились таски за сегодня и за завтра у тебя данные какие-то притянулись. Ты можешь починить причину поломки этого дэка, посмотреть, что в том, запустить его еще раз. и он переподтянет эти данные за те даты, когда он был сфейлил. То есть это тоже удобная штука. Мы такое делали прямо из интерфейса. Было такое, что у нас сенсор говорил, что данных нет, дэк не выполнился успешно. Мы исправили причину и потом в интерфейсе запускали еще раз. И данные переподтягивались за те даты за 2-3 дня назад. Еще эта штука может быть настроена автоматически. если он такая штука называется кетчап. То есть ты говоришь, что дэк у тебя должен исполняться к примеру с 1-го числа этого месяца с интервалом в 1-день. Сегодня у нас 10-е число, у тебя данных с 1-го числа нет. Ты собственно включаешь активируешь этот процесс кетчапа и он тебе перетягивает все данные до 1-е, до 2-е, до 3-е и так далее до 10-го числа. Тоже штука удобная считаю. Питание по ретриям. Чи есть возможность конфигурировать что-то теперь ретриям. Один вариант запустить таску, а другой вариант запустить целый дек, если одна таска зафейвилась. Да, ты можешь делать и так, и так. Еще ты можешь там есть колбеки типа он success, он error, ты можешь еще что-то свое сделать. У нас допустим анонсификация в Slack настроена, если что-то не так пошло, это тоже приятная возможность мы всегда знаем в каком статусе таски нашли сейчас. Ну и опять-таки там куча всего, ты можешь весьма отправлять, это все в виде хуков есть из коробки. Еще питание? Ну что, она в саде беспокойненько. А давно вы ее выкористовываете? Выкористовываем ее сколько? Месяца наверное два или три. Ну то есть не могу сказать, что давно. У нас есть на проекте чувак, который к нам это принес, он с ней уже работает наверное несколько лет. Ну собственно почти с самого начала. Жалоб от него не было, говорит, классно, удобно. В ней много возможностей, я каждый день для себя что-новое открываю. К примеру, таски, вернее, деги могут сообщать друг другу о том, успешно ли выполнился дег. Ты на основе этого можешь свой пайплайн строить. Деги могут друг другом общаться. там есть такая штука X-Com называется. Ну, я еще не познал весь Дзен, но то, что мы сейчас уже с помощью этой штуки делаем, это удобно. А что вы использовали до того, как перейшли на этот Deflop? До этого у нас были, а, собственно говоря, ничего у нас не было. У нас просто были эти скрипты, проект еще не вышел в продакшн, у нас были напиленные эти скрипты, которые мы просто тестовали, дергали руками. Ну, а потом мы этот скедулер сверху накрутили. Прикольно. Еще питание есть? Ну, все-таки питание, на сколько эта штука единственного продакшн рейди. Чи есть суппорт наскільки швидко, чи открываются тикеты, как они баги закрывают и так далее. Спасибо, да, за вопрос. Ну, мне кажется, эта штука в принципе продакшн рейди, но, так как она бесплатная, естественно, ждать наш какой-то там супер быстрый ответ на ваши проблемы и так далее. Я думаю, что не стоит. Статистики по том, как они быстро с тикетами работают, у меня нет. Я хочу сейчас сделать пол-репест. Я там кастомный оператор написал. Я думаю, что его можно будет попытаться протолкнуть. После этого я смогу вам ответить. Но, опять-таки, это не баг, это просто фича. Насколько они быстро смогут к себе втянуть и всем это надо будет. Я не могу сказать пока. Тут нас правильно подмятили, что она в принципе используется и рябинобежкой уже successful. И плюс она под инкубатор. Но это все равно инкубатор. не самый худший бесплатный продукт. Бывает и хуже. Маркетолог вы так себе. У меня же нету цели ее продать. Еще вопрос, народ. Так выглядит, что вопрос нету, но супер, на самом деле тоже хорошо. Да, если вы хотите узнать что-то большее об этом, как я уже сказал, я оставлю, наверное, ну и вы можете со мной связаться, я не знаю, какой процесс получения фидбэка на этот доклад. То есть я могу в будущем что-то более интересное показать с примером ранения тасок и так далее. Ну, процесса такого нету, можете звонить Жене додому. Кажи, что у меня дома телефона, нет? На мобильный, когда Женя дома. Насправді, процесса нету, как вам зручно, можете блестуванием, можете поменять за скайпом, но тут вы уже как хотите, хлопцы. Да, если есть какие-то опросы, feel free, задавайте, я постараюсь на них ответить. Мы его найдем. Да, да, да. Вы-то найдете, да. Я и в Полтаве найдет. Окей, дуже володокий честный.